Для очного проведения международной акции «Диктант Победы» в Нефтекамске были открыты сразу четыре площадки – центральной филиали Башкирского государственного университета. Кроме того, зарегистрироваться и написать тест можно было в стенах 12 и 13 школ, а также в многопрофильном колледже. Организатор отмечает, что количество желающих с каждым годом растет. На данный момент зарегистрировано 35 участников, но желающие идут, то есть прибывает, это число будет увеличиваться. Видно воодушевление, патриотический подъем, люди с удовольствием участвуют в этом мероприятии. Это говорит о том, что подобные мероприятия отвечают на запросы общества. Мы считаем, что подрастающее поколение, да и все, в общем-то, наше общество должно объединяться исторической памятью. Нужно отметить, что акция, посвященная военным страницам истории нашей страны, призвана не только проверить знания участников, но и сплотить граждан вокруг важнейших исторических событий. Ведь за партами в этот день оказались не только школьники и студенты. Сегодня в городе Нефтекамске мы присоединились к международной акции «Диктант Победы», посвященной Второй мировой войне. Это мероприятие позволит сохранить и где-то в какой-то степени возобновить историю и память о тех событиях, которые происходили во Второй мировой войне. Мы присоединились с нашими студентами, горожанами, школьниками. Да, периодически участвую в подобных мероприятиях. Диктанты, пусть это будет по русскому языку, пусть это будет Диктант Победы и прочие мероприятия, с удовольствием принимаю участие. Вопросы всегда разные, и хочется проверить себя, свои знания. И в этот момент, если вдруг я что-то не смогу ответить, это дает мне повод углубиться, изучить те моменты, которые все-таки я, может быть, не знаю. За 45 минут участники должны были ответить на 25 вопросов, касающихся Великой Отечественной войны. По их словам, задания были разного уровня сложности. Вопросы, где нужно идентифицировать какую-то историческую персону, они представляли определенные затруднения для меня. Знаете, несколько лет уже интересуюсь историей, и могу вам сказать, что вопросы имеют такой неоднозначный оттенок. Некоторым они могут показаться весьма сложными, объемными, а в частности для меня они не представляют какой-то особой сложности. Я решил сегодня прийти, проверить знания, потому что каждый из нас, каждый гражданин России должен помнить историю, особенно в такое время. Некоторые вопросы показались сложными, некоторые нет. Вопросы не такие тяжелые, я думаю, каждый человек сможет на них ответить. Принять участие в международной акции можно было и в онлайн-формате. Чтобы присоединиться дистанционно, необходимо было зарегистрироваться на официальном сайте «Диктант Победы». Там же можно узнать свои результаты и скачать именные дипломы. Окончательные итоги подведут в октябре 2022-го. Анастасия Тимирбаева, Никита Веприков, Ильгиз Мениханов. Информационная программа «Время новостей». Анастасия Тимирбаева, Никита Веприков, Ильгиз Мениханов. Информационная программа «Время новостей».